Доброе утро, дорогие мои! У нас яркое солнышко, хороший рассвет и тюре проснулся и идёт с вами поговорить. А я поговорить хочу об одной очень простой вещи. Как нам обезопаситься от заражения коронавирусом. И у меня совпало две интересные такие картины. Одна картина о том, как женщина приехала из Уханя, она была во время карантина там. И рассказывала, как в Китае сделали программу, где на смартфоне человек видит, какие вокруг него люди. Кто с какой проблемой. То есть красные это те, кто опасны для всех окружающих. Жёлтые это те, кто менее опасны. А синие вообще не опасны. И поэтому, она говорит, очень легко было ориентироваться. Вторая картина, которая меня вчера удивила. Это дочь показывает, как они гуляют на улице. И внучка неотрывно смотрит на что-то вдали. И вот это неотрывно оказалось огромный плакат. Красная девушка. То есть девушка в красном. Рекламный щит. Прям огромный. И он так привлёк вот эту маленькую девочку, что она никак не могла от него оторваться. И что я подумал. Ну ладно. Китайцы люди технологичные. Китайцы всех поставили под контроль. И поэтому они так могут поступить и на смартфон разместить, кто в каком состоянии находится. Но мы-то с вами люди умные. Мы-то с вами люди хитрые. Мы с вами люди ответственные. Поэтому у меня очень такое простое предложение. Что мы можем с вами разделиться на цвета. Вот посмотрите, конкретно опасными сейчас называют людей, которые чихают, имеют насморк, имеют недомогание. И даже такие, как бессимптомные люди. И эти люди чаще всего всё-таки сами немножечко понимают, что у них что-то не так. Температура, может быть, сейчас сказали, что температура больше 37, это уже опасная температура. Поэтому этот человек тоже уже немножечко опасен. Но выходить-то надо. В магазин пойти нужно. На почту сходить нужно. Ну и ещё какие-то надобности. Собаку нужно выгулять. И вот эта дистанция полтора метра или два метра в Германии объявили. Она, конечно, у нас строго никак не может быть соблюдена. Когда мы ходим такой толпой. У меня очень простое предложение. Очень простое предложение. Если мы не можем сделать смартфон, где жёлтые, красные, синие точки этих людей, то давайте просто оденемся в разные цвета. Например, вот те, у кого есть проблема, и он боится, что эта проблема будет кому-то передана. Пусть наденут красные. В красном они будут заметны. И в красном мы будем понимать, что к этим людям подходить не стоит. Нет, я знаю, что исторически были другие способы людей одевать в эти одежды. В такие заметные. Или сами одевались в заметные одежды. Чтобы к ним не подходили, их не пачкали. Ещё колокольчики подвешивали, например, к прокажённым и так далее. Но здесь нет, мы сейчас не об этом. А о том, что человек социально ответственный, может одеть красное. Понимая, что кто-то может от него заболеть. И это не сложно. Если нет ничего красного, одежды какой-то красной, ну можно красную кепку, можно красную повязку, красный бейджик. Хотя бейджик сзади не видно, поэтому повязка могла бы людей спасти ваша красная. И такой человек, пусть нами считается очень ответственным, непрезираемый, а наоборот, что вот он молодец. Вот он действительно предупреждает всех, что действительно может быть проблема. И всё. И давайте красный цвет считать на время карантина вот таким предупреждающим светом. Но у нас есть ещё одна категория людей, которые не несут в себе проблемы. То есть они не приехали откуда-то издалека, они не имеют насморка, не имеют там это. Но у них есть другие проблемы. Они, например, после 65 лет возраст у них. Или они живут с такими людьми, которые после 65 лет. Или у них в семье маленький ребёнок, которого они боятся заразить и принести ему вирус. Или у них проблемы с лёгкими, например, проблемы. Или с... Ну, в общем, есть проблемы, с которыми лучше не заражаться. И я предлагаю таким людям, или прямо семьям таким, где там дети, например, у них есть, или старики, наденьте жёлтые. И жёлтым вы просто предупреждаете всех, что не надо нам приносить проблему. Даже если вы синий, не красный, а синий, всё равно мы не хотим, чтобы вы вот так близко с нами контактировали. Поскольку у нас есть ответственность перед кем-то другим, что мы можем им принести эту заразу. Вот такое у меня простое предложение. И те, кто его принимает, я предлагаю запустить маленький флешмоб. И давайте этот флешмоб так и назовём. Наденьте красный.